Здравствуйте! Это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем разговор о устройстве человеческой души. И даже более того, мы уже с вами говорим об устройстве человеческого духа. И в прошлый раз мы с вами затронули такую тему, которая раскрывает нам тот механизм, наш духовный механизм, который в каждом человеке есть, присутствует, действует. И который ориентирует человека в правильном направлении, чтобы человеческая жизнь развивалась в том направлении, какое задал ей Бог, тот, кто человека создал. Вот это свойство нашего духа называется совесть. Совместная весть. Весть — это знание. Совместное знание. Совместное с кем? С Богом. Я знаю о себе то, что знает обо мне Бог. И не только о себе, но и о других людях. Мы обижаемся, когда нас называют бессовестными. То есть мы настаиваем на том, что совесть в нас присутствует, она есть. Мы говорим, что человек совестливый и подразумеваем, что это хорошо. Мы говорим, что человек совесть потерял и подразумеваем, что это плохо, это состояние болезненное. Ну и главное, что сама совесть, она чаще всего в человеке действует болезненно. То есть она доставляет нам страдания, неприятности. Она выражает как бы несогласие с тем, что мы думаем, хотим и делаем. И мы можем именно по действию в нас совести обнаруживать, что то, что мы думаем, хотим и делаем, это не соответствует правде Божией. Ведь если совесть — это совместное с Богом знание, то значит, я знаю правду Божью. Вот она во мне так живет в виде совести. Это некий такой прибор, который указывает на мое отклонение от заданного Богом пути. И иногда совестное чувство у нас бывает очень обостренным, и мы улавливаем малейшие движения нашей души, которые уводят нас в сторону от того, что задумал Бог, от плана нашей жизни, который у Бога. А бывает так, что мы оказываемся бесчувственными к совести. И мы даже наблюдаем, что в разные периоды нашей жизни совесть в нас может говорить громче, явственнее, отчетливее, а может как бы затихать. А иногда мы совершенно ее не слышим. И человек даже может произвольно изменить состояние своего совестного чувства. Когда наша совесть напоминает нам телевизор или радиоприемник с выключенной громкостью. там кто-то что-то говорит. По телевизору можно видеть, что даже человек открывает рот, но мы ничего не слышим. Если закрыть глаза, вообще как будто ничего и нет. Человеческое совестное чувство может притупиться. И мы своей совести собственной можем не слышать. Мы этого достигаем тогда, когда мы как будто бы глушим в себе совесть. Ведь она заявляет о себе, наш дух заявляет о себе. Как-то так властно, как-то так болезненно и всегда наперекор нашей воле и нашим настроениям. И если мы не терпим ничего, что противоречит нашим желаниям, чувствам, поступкам, то тогда мы будем от этого избавляться. Мы будем избавляться от голоса совести. И мы будем делать ей наперекор. Мы будем поступать против совести. И именно этим мы ее и будем постепенно приглушать, убавляя громкость. И она как бы замолчит. Нет, она говорит, просто мы ее не слышим. Мы очерствели. Наш дух стал невосприимчив. Душа стала невосприимчива к голосу совести. А сама совесть, она в духе. Оттуда Бог с нами разговаривает. Оттуда Он стучится в наш ум, в наше сознание. Как Христос говорит, вот я стою у дверей сердца вашего и стучу. И кто мне открывает, к тому я вхожу и с тем и вечерять будем. Он стучится к нам нашей совестью в том числе. Не только ей, но и совестью тоже. Это инструмент Его действия в нас. Он действует в нас совестью. И если мы захотим и постараемся, то мы можем оказаться бессовестными. В том смысле, что мы будем жить не по совести. Мы будем жить по каким-то другим руководящим принципам. Мы будем не совестью руководствоваться. Мы будем руководствоваться общечеловеческими ценностями. Будем руководствоваться здравым смыслом. Когда каждый человек вкладывает свое понятие в то, что такое здравый смысл. Мы будем руководствоваться, может быть, животными инстинктами. Но при этом мы перестаем быть людьми. Потому что человек бессовестный – это не просто человек безнравственный. Человек плохо себя ведущий. Нет. Человек без совести перестает быть человеком. И он теряет шансы на то, чтобы им стать. Потому что обрести подлинное человеческое достоинство человек может только руководить совестью. То есть голосом Божьим. Внутри себя. Человек может развиться как личность. Только руководясь голосом совести. Совесть нам безошибочно подсказывает характер поведения, характер действия. Характер формирования наших желаний. И если человек подчиняет свою волю голосу совести, а ведь он свободен, как мы с вами выяснили, подчинить или не подчинить, то тогда человек может испытывать не только угрызение совести, не только муки совести, не только мучить она будет человека. Но человек может чувствовать положительное совестное чувство. Он может получать радость от того, что он живет и действует по совести. Какое-то удивительное чувство удовлетворения от того, что я есть на белом свете. Чувство сопричастности к чему-то более высокому, чем я сам, к Богу. А это самое радостное состояние человеческого духа. Переживать близость Бога. Так вот, когда человек поступает по совести, Бог переживается внутри человека, как радость. И тогда человек совершает совестный акт, когда он свободно подчиняет себя голосу совести. Да, совесть иногда может противоречить здравому смыслу. Потому что наш человеческий здравый смысл очень часто подчинен нашим инстинктам. Ну, например, инстинкту самосохранения. Ведь он присущ всем животным, в том числе и человеку тоже. У нас очень много от животной природы. И если мы будем руководствоваться здравым смыслом, который замешан на инстинкте самосохранения, то тогда все, что мы будем делать, будет противоречить нашей совести. И мы это почувствуем. Нам будет стыдно, когда мы не заступились за слабого, когда его обижал сильный. Прошли мимо. Или мы будем мучиться совестью, что мы не дали человеку того, что он у нас просил, а ему было очень нужно. Мы будем мучиться совестью тогда, когда мы струсили. Когда мы прошли мимо человеческой беды. Когда мы оказались черствыми по отношению к человеку. Когда мы человека бросили на произвол судьбы, а он нуждался в нашей помощи. Человек может всю жизнь испытывать сильнейшее угрызяние совести от того, что он не пожертвовал собой тогда, когда нужно было это сделать. Когда Бог ему послал такие обстоятельства, когда у него была возможность проявить то, о чем Христос сказал. Нет больше той любви, когда кто положил душу свою за другие своя. А человек струсил. Человек смолодушествовал. Он поддался так называемому здравому смыслу. Зачем мне это надо? Да я еще молодой. Да у меня семья, дети. Мне еще жить, дожить. А мне еще кандидатскую диссертацию защищать. А я только-только дом начал строить. А на кого я оставлю своих детей и так далее. Это здравый смысл, замешанный на инстинкте самосохранения. А человек, действующий по совести, он как бы поверх этого так называемого здравого смысла смотрит и на себя, и на жизнь. Он сразу принимает решение. Не соизмеряя силы, не высчитывая прогнозы, что будет, если. Нет. Он просто подчиняется этому совестному движению своему. И совершает поступок. И если человек поступает по-своему, то он всегда получает радость, удовлетворение, мир душевный. Вот есть такое понятие быть в мире собственной совести. В ладах. Жить в ладах с совестью. Вот такое простое русское выражение. Это значит, что ею руководствоваться. Делать то, что совесть говорит. Если мы делаем то, что говорит нам совесть, значит мы делаем то, что хочет от нас Бог. И вот именно потому, как больно действует совесть в нас для нашего самолюбия, для нашей гордыни, для нашего тщеславия. Для нашего желания устроиться в этом мире покомфортнее, побогаче, чтобы здесь обеспечить себе земное благополучие. Мы видим, как совесть все время мешает нам в этих наших умонастроениях. Она говорит, что это не то, не то, не то. Что ты человек для гораздо более высокого. Ничто земное не может удовлетворить твои запросы. Твои запросы не здесь. Цель твоей жизни не здесь. Совесть, как свойство человеческого духа, всегда указывает человеку на то, что его родина, его дом — это небо. Что место человека рядом с Богом. Нашей совестью Бог ведет нас к себе по этой жизни. Но идти или не идти, руководствуясь голосом совести, решает сам человек. В следующий раз мы продолжим этот разговор. Я напоминаю, что видео и аудиоверсию программы «Первая натуры» вы можете заказать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова